Скажи, пожалуйста, как ты дошел до такого момента, как ты познакомился с достаточно интересным актером, известным у нас, Андрей Мезликин? Ну, получается, в 2017 году у меня была история, которую я делал в Орленке, но так у меня персонажи остались. Я решил попробовать сделать для себя такой большой проект, который раньше не читал, но это было трудно реализовать. И ради интереса писал сценарий, где я уже знал, что я сделал директор киностудии, который должен сыграть кто-то из профессиональных актеров. И я писал ради интереса Мезликина. Я еще не знал, что он согласится, не согласится, просто чисто вот эксперимент такой на удачу. Потом я ему написал в Инстаграме, с ним связался, там, вот, снимается фильм, что детская киностудия, проект юбилей киностудии, тогда был, решил сделать подарок. И он сначала, не знаю, как, ну, соглашаться, соглашаться, а потом отказался. И через несколько дней он написал, ладно, я согласен, писал свою почту, говорит, давай сценарий, и будем работать тогда. Мы потом согласовали время с ним. На съемках он очень сильно помогал. Он рассказывал, как лучше, какой бракуса снять, крупный общий план, средний. Ты, пожалуйста, он вообще никакой простой достаточно или нет? Да, 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 он очень меня поддерживал, все время я его подшучивал, то есть старался снять напряжение с меня, потому что для меня был, как актер детства, потом я знаю, и мне было немного перед ним неудобно. Получается, он с тебя ни с копейки не взял? Нет, он все по дружбе, то есть чисто ради интереса, почески, и все. И потом, спустя несколько месяцев, когда я уже его фильм выпустил, он ввел прямую трансляцию, презентацию этого фильма, на сайте была. И он мне передал привет уже через, то есть вспомнил о том, что мы работали, даже удивился, мне прописали видео. Я потом себя выложил. Тут спрашиваю для тех, кто в «Танке», что за проект этот был? Я объясняю, что наш гость, Александр Мазаев, снял собственный фильм, называется «Звездная принцесса. Путь в славе» с известным достаточно актером Андреем Мизликиным. Если я не ошибаюсь, Саша, более детально скажи так. Да, фильм называется «Звездная принцесса. Путь в славе». Фильм рассказывает о том, как в творческой сфере тяжело работать. Есть главная героиня, она автор, актриса, сценарист, она занимается театром и кино, и готовится презентация мероприятия, куда приглашаются все звезды. И узнается в этот момент, при том, как начинается собирать театр, узнается, что главная героиня обвиняет в том, что она плагиат. Тема плагиата – это часто сейчас тема для кино и разных произведений, даже литературы, потому что часто в интернете наталкиваешься с тем, что обвиняют авторов. Это уже было давно, и вы думаете, что-то новое. И вот как раз я играю от того, кто обвиняет ее в багиате, то есть он специально представляет, а Андрей Ильич, он играл режиссер в киностудии, который пытается защитить репутацию организации, которой работает режиссер. И вот в зависимости от фильма выясняется тем, что объясняется, кто друг, кто враг, кто поможет, то есть на кого надеялся он помогает, а на кого надеялся он может помочь. И еще суть фильма в том, чтобы показать, как люди не общаются между собой вживую, а постоянно через соцсети, телефоны, практически не видятся, и только именно гаджеты и соцсети. Продолжение следует...